Многие наши читатели и обычные потребители задаются вопросом, где покупать кондиционеры. Идти ли в климат-компанию или можно просто прийти в большой магазин, где много бытовой техники, там есть и чайники, и скороварки, и там же выбрать кондиционер. Или принципиальной разницы нет? Есть, конечно же, разница. Принципиальная разница есть. Да, то есть идти в специальный специализированный магазин, где у вас будет гарантия, где вам посоветуют качественную, хорошую технику. А обычные, где в гипермаркетах, то есть они там не за качество годится, а за ценой, конечно же. Ну, немного добавлю к коллеге. Да, в гипермаркете стоит, конечно, кондиционер покупать лишь в том случае, когда эта покупка, знаете, вот, ну не на несколько лет, вот что-то недорогое на дачу там. Объясню почему. То есть у больших гипермаркетов имеется такая проблема, как гарантия. То есть с телевизорами, со всем остальным, с техникой, не требующей там специализированного подключения, естественно, проблем нет. Кондиционер, во-первых, его необходимо грамотно установить, от этого зависит его работа, правильная, грамотная. Во-вторых, у кондиционера, ну, как минимум, должна быть какая-то ремонтопригодность, соответственно, будет сервисный центр в городе в нашем. Как правило, у той техники, которая завозится по недорогим ценам из Китая в торговых домах, ни сервисного центра, ни, соответственно, у больших компаний, у того же Медиамарк, там, и в видео нет своих монтажников, они привлекаются со стороны. И когда возникает вопрос с гарантией, потом очень трудно найти, кто виноват и что делать. И зачастую потребитель просто снимает кондиционер за свой счет, везет его в М-видео, в самую жару ждет 2-3 месяца, пока это все там отремонтируется, ему приедут, это опять за деньги поставят. При обращении в профессиональную климатическую компанию, все гарантийные обязательства на себя берет компания, которая вам продала, установила кондиционер. То есть, у нее, как правило, есть допуск срона это. Как правило, это там квалифицированные монтажники. И хорошее оборудование. То есть, вы установили и забыли, есть ли вдруг какая-то проблема, как правило, она решается за 2-3 дня. Вот в этом принципиальная разница. И, соответственно, отчасти из-за этого в профессиональных климатических компаниях оборудование дороже. Дороже оно не за счет чего, что в магазине лежит такой же марк кондиционер, но дешевле у нас дороже. Он дороже за счет того, что, во-первых, гарантия, во-вторых, мы содержим свой штат монтажников, у которых хороший инструмент, которым нужно платить хорошие деньги, чтобы они это все качественно делали. В-третьих, у нас есть свой склад, который также нужно обслуживать. В-четвертых, мы, как правило, используем качественные расходные материалы. То есть, труба есть китайская, есть финская, есть американская. Кто устанавливает торговые дома, как правило, используется дешевая китайская труба или, не дай бог, там, наша отечественная калужская. Это страшно на самом деле. Ну, соответственно, отсюда и берется итоговая цена на кондиционер. То есть, если вам нужно быстро, дешево, обращайтесь в гипермаркет. Если вам нужно дороже, но качественное, нормальное оборудование и никаких проблем с гарантией, профессиональная климатическая компания. Продолжение следует...